Какой отдых? Она по-твоему отдых заслужила? Сделала пару вещей и всё, можно отдыхать? Столько лет пьёт нашу воду и ест нашу еду. Пятая серия. Я могу войти? Как ты? Нормально, ты? Да не совсем. Потому что любимая женщина, на которой я хотел жениться, сделала шаг назад. Всё не так, Джинейд. Ну а как? Почему ты не позволила мне поговорить с отцом? Ты боишься моего отца, я знаю. Но я столько раз тебе говорил. Даже если отец будет против, меня это не волнует. Рано или поздно он узнает правду. Проблема не в этом. Проблема во мне. Джинейд, ты... Почему? Почему хочешь на мне жениться? Что это за вопрос такой? Я много думала. Всю ночь я думала. Мы с тобой такие разные. Ты всю ночь об этом думала, да? Только вчера ночью ты поняла, какие мы разные, да? А за ночь до этого ты решила не выходить за меня, да? А сейчас это... Да, но... Я не подхожу тебе, Джинейд. Ты достоин большего. Фарида. Лучше тебя никого нет. Я люблю тебя. Почему ты не можешь этого понять? Не могу. Потому что я девушка, которая годами помогала твоей маме, и которая в итоге осталась ни с чем. Я даже в университет не попала. Я не знаю, как себя вести. Как вести себя в определенных ситуациях. Прими это, Джинейд. Я не подхожу тебе. Жаль. Если из-за меня ты начала так думать, значит, я подонок. Нет. Ты ничего не сделал. Смотри на меня. В глаза мне. Мои глаза, кроме тебя, никого больше не видят. Что ты где делал, а где учился, меня это не волнует. Я люблю тебя. Потому что ты — это ты. Я люблю тебя. Ты приходи, Хан Дан. Я скоро подойду. Добрый день, дядя Усман. И вам тоже добрый день, мама Зухра. Тебе тоже добрый день, Хан Дан. Рада тебя видеть. Я тоже вас рада видеть. Я проведаю сестру Юлдис. Госпожа Зухра. Скажи Мехмед Кемалю, что больше не звал ее сюда. Нет ни помолвки, ни свадьбы. Но она каждый день здесь. А то мой отец что-то не так скажет. Проблемы нам не нужны. Я поеду в офис. Дочка, куртку принеси. Хорошо, отец. Кемаль. Хан Дан? Тише, твой отец дома. Ты что, с ума сошла? Еще говоришь, что отец дома. А что тут такого? Может, мне было не встерпешь? Хотела немедленно поблагодарить тебя за те цветы. Любимый, моя комната вся в цветах. Как ты понимаешь, я простила тебя. Ладно, тогда ладно. Пока никто не пришел, пойдем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пришла новая одежда. Размещу-ка я ее. Ну как у вас тут дела? О, привет, Кадер. Привет, сестра. Сестра, что это? А это... Для Кемаля. У нее вчера рубашка порвалась. Ммм... Ладно, ты рубашку тогда заверни, а я посмотрю, что там. Ну же, вставай уже. Сейчас кто-то зайдет. Ты чего так разволновался-то? Тот, кто услышит, подумает, что мы тут чем-то занимаемся. А, кстати, послушай. Я тебе кое-что купила. Посмотри, тебе понравится. Не говори ничего, просто открой. О-о-о-о, отлично. Это из новой коллекции? Да. Сегодня годовщина нашего знакомства. Это в честь этого. Да, конечно, годовщина. Ты в тот день мне кое-что сказал, помнишь? Ты сказал, что когда увидел меня, то время для тебя остановилось, Кемаль. Именно поэтому я и решила купить часы, любимый. Ну ладно тогда. Сегодня сходим тогда на ужин. Отпразднуем годовщину. Что скажешь? Ладно. Договорились. Ну и мой подарок тогда там мне вручишь. Ты уже подготовилась? Еще есть время. Джунеид только через час приедет. Я должна выйти пораньше. Нельзя надеяться на удачу. Джунеид немедленно должен меня заметить. Да, ты права. Осман. Узнал о том, что его сын хочет жениться на служанке? Я не думаю, что он знает. Если бы он узнал, такой бы скандал разразился. Тогда сообщи ему, чтобы разразился скандал. Конечно. Я сообщу. Чтобы Джунеид поссорился с отцом. Взял Фарид и уехал. Ты этого хочешь, да? Ты прав. Ну ладно, увидимся тогда в офисе. Ну, мама. Расскажи, что произошло. Отец сказал очень грубые слова про Фариду. И что он сказал? Что она годами пьет и кушает на наши деньги просто так. Ой, мне так стыдно стало. Боже мой. Она, наверное, ужасно себя чувствовала. Какой позор. Подожди еще. Он назвал ее служанкой. Ой, Фарида точно услышала. Ой, не могу поверить. Ну так-то нельзя. И не говори, Элдис. И не говори. Мама. Где Фарида? Не знаю. Наверное, в своей комнате. Мама. Не будем пока отцу рассказывать о наших чувствах, хорошо? Почему? Ты изменил свое решение? Не я. Фариде нужно время. Она просит подождать. Подождем. Ладно, сынок. Как тебе будет угодно. Я пойду. Мама. Береги Фариду, хорошо? Ты за Фариду не переживай. Увидимся. Увидимся, сынок. Дорогой, посмотри на это чудо. Ну правда ли не чудо? Угу. А эти камни, это же все, бриллианты. Я пойду чай налью. Будешь? Давай. Ты выходишь, брат? Да, выхожу. Сначала на пробежку пойду, потом в офис. Ох, много у меня работы. Или ты уже оплатил все счета? Какие счета, брат? Например, вот этот. Что это за счет? Ты заказал 200 цветов. Ты открываешь цветочный магазин? Мне пришлось, брат. Я сделал это, чтобы Хандан меня простил. Ты купил 200 цветов, чтобы тебя простил Хандан? Молодец. Ну, это Хандан, брат. Купил бы я ей всего одну розу, она бы разорвала ее при мне. Ей либо дорогое что-то, либо 200 роз. Она не такая, как Фариде. Если Фариде улыбнуться, она будет счастлива. Хандан не такая. Но... Стоило мне напомнить про нее, ты сразу задумался. Надеюсь, ничего не случилось? Ладно. Увидимся. Вы на время смотрели, когда вы на учебу пойдете, госпожа? Ну, сестра, я же тебе говорила, утренние занятия отменили. Математик попал в аварию. Хорошо, но весь день-то не отменили. Если еще задержишься, другие уроки тоже пропустишь. Ой, какой красивый, однако. Так, Кадер. Эх, сестра. Я лучше тебя знаю в расписании, наверное, да? Слушай, сестра, у вас тут в ресторане только мухи летают. С тех пор, как я пришла, ни один посетитель не зашел. Сестра, можешь мне чашечку чая еще принести? Хорошо, Кадер, но сразу после этого пойдешь на занятия. Хорошо, обещаю. Субтитры создавал DimaTorzok Вот, возьми. Сестра, я подумал, знаешь, ты права. Время дорогая вещь. Пойду, тесты порешаю, надо подготовиться. А то работу завалю. Ого, если будешь так дальше заниматься, не будет жалко оплачивать тебе обучение. Ладно, сестра. Увидимся вечером. Удачи тебе. Субтитры подогнал «Симон»! Сынок! Не болит рука-то? Повязка помогает? Не волнуйся, мам, все нормально. Ты мой хороший. Ты мой хороший. Послушай, мне нужно идти. Если что понадобится, позвони, хорошо? Хорошо, мам, позвоню. Удачи тебе. Ты причина пожара в моем сердце. Бахар. Бахар. Бахар, Бахар. Господин Джунейд? Господин Джунейд? Не могу поверить, госпожа Ильюль. Вы тоже здесь? Мы до этого не пересекались. Я здесь новенькая. До этого в Измире в другом клубе была. Хорошая ракетка. Видимо, вы профессионал. Давайте устроим поединок и узнаем. Ладно. Кто-то проиграет, оплатит ужин. Договорились. Фареда? Что ты делаешь здесь, доченька? Да ничего, мама Зухра. Я знаю причину, но не надо так, дорогая моя. Я не хотел тревожить дядю Усмана. Дядя Усмана шел. Мама Зухра. Я... Я хочу уехать из этого дома. Это дом дяди Усмана. А он не хочет меня здесь видеть? Он прав. Нет, так дела не пойдут. Ты никуда не пойдешь. Куда ты можешь пойти? К тому же, что мы женой тут скажем? Забудь об этих дурных мыслях. Пойдем, мы чай сделали. Я у мамы, дорогой. Ох, Ферман, я очень рада. Ну, тогда поздравляю. В течение недели вернешься, да? Ну, давай, увидимся. Что? Нет, не получилось. В этом месте тоже не получилось. Ладно, увидимся. Что случилось, Елдис? Нет, ничего, мама. Ферман звонил. Он в течение недели вернется. А, ну хорошо, тогда. Сестра Елдис. Что такое? Что-то плохое случилось? Нет. Эх, мама Султан опять меня злит. Что он опять тараторит? Она спросила у Фермана, беременна ли твоя жена? Будто если бы я забеременел, ему бы не сказали этого. Вы извините, я вся на нервах. Я скоро приду. Решающий раунд. Сейчас мы узнаем, кто лучше. Хорошо? Хорошо. 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 Поздравляю. Ты очень нежен. Но я знаю, что ты нарочно поддался мне. Я достаточно разбираюсь в этом, чтобы понять, насколько хороший ты игрок. Ну и пусть. Главное, что ты выиграла. Ну так что ты будешь кушать? Как хочешь. Я доверяю твоим вкусам. Но я не смогу отказаться от хорошо зажаренного стейка. Ты прям прочитал мои мысли. Это называется победа. Ну ты же жульничаешь. Да, да, конечно. А, кстати, я заработок тебе должен молодать. А ты не напоминаешь. А зачем торопиться? Да вы молодец. Я смотрю, больше меня заработали сегодня. Что такое, ревнуешь? Ну я хороший шофер. Так и должно быть. Ты на вопрос мой ответишь. Ты ведь не из кошелька плачешь? Нет, что ты. Утро много посетителей. Ладно, пусть будет так. Что это? Да это пустяк, отдай это мне. Если не важно, я чего ты так волнуешься. Тема, я разозлюсь сейчас. Честное слово, отдай. У меня рука болит. Это и смысл пожара в моем сердце. Возьми. Сердце моего брата пожар, а я об этом не знаю. Кто поджег-то, расскажи. Да нет никакого поджигателя. Что ты выдумываешь? Был бы, я бы сказал, не так ли? Потому что твой перерыв не закончился, иди давай, работай. Слушай, а дело, говоришь же. Но интервью я тебя еще возьму, человек, которому подожгли сердце. Давай, шагай, работай. С вашего позволения. Здравствуйте, господин Джунейд. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Вот. Присаживайтесь. Спасибо. Я думаю, говорить не надо. Да, конечно. Скажите просто, что вы будете пить. Вино? Сойдет. Красное. Сию минуту. Хорошее место. Бесшумное. Спокойное. Да. Мне очень нравится это место. Что-то случилось? Да нет. Он тоже. Все смотрят на тебя. И в офисе. И в спортклубе. А, вот как, я не заметил. Сложен, наверное, твоему парню. Ну, то есть, никакому парню не нравится, когда за его девушкой настолько пристально следят. Поскольку у меня не было парня, я промолчу, пожалуй. Господин Аллук. Извини. Да, господин Аллук. Да, я не занят. Я вас слушаю. Да, это правда. Бахар? Привет, как дела? Хорошо у тебя? У меня тоже спасибо. Ты домой? Ага, дома. А я маршрут объехал. Возвращаюсь на конечную. Кемаль. Это тебе. Мне? Что это? Пользуйся на здоровье. Сестра Элдыс. Не думай ты об этой женщине. Ну, разве ты ее не знаешь? Не расстраивайся. Скоро, когда у тебя появится ребенок, она заткнется. Ладно. Давай с тобой договоримся. Я не буду думать о тещи, а ты об отце. Договорились? Фарида, дорогая. Кто это? Салим пришел. Салим пришел? Ой, я забыла про него. А зачем он пришел? Не знаю, он ничего не сказал. Ему кое-что от меня нужно было. Я должна была ему позвонить, но я забыла. Я проведу его, мам Зухра. Салим. Дядя Салам не нравится, когда посторонний приходит домой. Если он увидит тебя, он уничтожит. Перед приходом лучше позвонил бы мне. Я ждал твоего звонка. Эти деньги вопрос жизни и смерти, Фарида. У меня есть долг, я должен его заплатить. Ты же должна была что-то сделать. Я не смогла ни у кого просить. Что я могу поделать? Ну ладно. Я дам тебе все, что у меня есть. Ну да, все, что есть, так и будем. Ладно, подожди меня здесь. Конечная остановка. Вот это у меня есть. Что это такое? Ты надо мной издеваешься, что ли? Нет, ну разве я могу с Салим? Я клянусь тебе, это все, что у меня есть. Ой, не надо, Фарида. Ты столько лет живешь здесь. Ты здесь как дочь. Тебе разве столько денег дают? Зачем мне тебе врать, Салим? Это все, что у меня есть. Почему ты себя так ведешь? Ладно. Спасибо. Ты опять дала деньги этому ребенку? Нет, мама Зухра. В долг дала. Он вернет потом. Ты не поддавайся ему, доченька. Ты и так его устроила на работу. Он работает, зарабатывает деньги. Пусть он больше не приходит к нашему дому Фарида. Если дядя Осман узнает, да я сказал, ему он больше не придет. Офис Стамбула Впечатлен твоими работами. Мы приступаем к проекту. Отлично. Приятного аппетита. Нас ждет еще много проектов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хан Дан. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, ты не переживай, дорогая. А ты где? Я у стилиста. Я готовлюсь для тебя, имею в виду. Сегодня вечером я хочу выглядеть отлично. Фарида. Дорогая. Могу я как сестра тебе посоветовать? Да, конечно, сестра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все эти проблемы улетучатся. Но есть кое-что очень важное. И это то, как сильно вы любите с Джунейтом друг друга. Но дела не пойдут хорошо, если ты поставишь стену между вами. Если Джунейт увидит, как сильно ты его любишь, он тебя до конца своих дней будет ждать. Пожалуйста, не отдаляй его от себя, хорошо? Если ты отдалишь его от себя. А сейчас улыбнись, как старые добрые. Нужно позвони Джунейту. Позвони. Скажи ему, как сильно ты его любишь. Услышав голос любимой женщины, ему сразу станет хорошо, имею в виду. Очень вкусно. Мне нравится. Да. Стейки здесь отменные. Господин Ниджат? Извини. Здравствуйте. А если не удела, сестра Илдес? Даже если дела, все равно ответьте. Давай. Фарида. Фарида. Он сбросил. Видимо, у него дела. Удалить из истории пропущенных. Наверное, он позвонит, когда увидит. Он позвонит, когда увидит. Ты подожди. Ну или он очень зол на меня. Не неси бред, Фарида. Вот увидишь, он скоро позвонит тебе. А может быть, он больше не хочет со мной разговаривать? Случилось так, как ты говорила. Может, он удалился от меня? Фарида? 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 Фарида, все нормально? Фарида. До скорых встреч. Всего доброго, господин Джинейд. Ты уж извини. Да нет, ничего страшного. Он руководитель компании, с которой мы сотрудничаем. Фарида, все нормально. Дядя, брат Ферман закончил. Он прислал нам договор. Посмотрим. Когда закончим планировку, приступим к проектированию отеля в Анталии. Настроение-то у меня поднялось. И такое бывает. Чтобы увидеть его работу, я отменил все дела и поехал в Италию. Я тоже была на той выставке. Было классно. Увидимся. Увидимся. Они хорошо общаются. Да, да. Мне она понравилась. Она принесет нам удачу. Надеюсь. Закончи обучение. Поскорей бы наступил тот день, когда ты стал адвокатом. Наступит мамочка. Не волнуйся. Обязательно наступит. Была бы Кадыр похожа на тебя. Не было бы никаких проблем. Мама. Она тоже подрастет. Ты не переживай. Но ты всегда была такой, доченька. Такой трудолюбивый. Такой ответственный. Ты была маленьким ребенком, когда приносила хлеб домой. Днем школа, вечером работа. Мамочка, с чего ты решила сейчас об этом поговорить? Прошу тебя, не надо. Я довольна своей жизнью. Надеюсь, Бог подарит тебе такую жизнь, которую ты заслужила, моя дорогая доченька. И больше ничего мне не нужно. Хорошую работу бы тебе, хорошего мужа. Чтобы твоя судьба на мою не была похожа. У меня есть только одна просьба. Дай Бог, чтобы мои дети пересекались только с хорошими, с добрыми людьми. Что же ты делаешь, Мехмед Кемаль? Ты же обманываешь ее. Больше никакого вранья. Никакого. Ну что, ты справился? Что этот идиот шастает здесь? Деньги. Он аванс хотел получить. И выдали? Он позвонил в комиссию, ему не дали. И сколько он хотел? Несколько зарплат. Боже. И зачем ему все эти деньги? Не знаю. К тому же, какая вам разница, господин Тунч? А тебе какая разница, Наргиз? Да ладно, не расстраивайся ты сразу. Он просто какой-то странный. Я поэтому спросил. Я не знаю. Он друг Фариды. Но мне он как-то не нравится. Не могу я его принять. Ладно. Если что-то узнаешь, сообщи. Хорошо. Я узнал, почему этот выродок с Телем гуляет здесь. И почему же? Он хотел получить от комиссии аванс. Но у него не получилось. Ему срочно нужны деньги. Он не совсем-то похож на порядочного человека. Возможно, он нам поможет избавиться от Фариды. Ну, чего же ты ждешь? Сделай что-нибудь. Сначала нужно немного разобраться, дорогая. Подожди еще. Что мы еще узнаем о лучшем друге Фариды? Здравствуйте. Привет. А я, госпожа Илюль, как раз рассказывал о наших работах прошлого сезона. На вас возлагаются большие надежды, госпожа Илюль. Это очень важное дело. Дизайн столовой должен быть готов завтра. Мы справимся, не переживайте. У меня есть парочка собраний. Потом увидимся. Кузен. Почему ты так смотрел в кабинете? Ты очень хорошо помогаешь госпожа Илюль. Есть что, о чем я не знаю? С чего ты это взял, брат? Нет такого, правда? Поверить тебе? Поверь. Послушай, сейчас Наргиз услышит. Придумает что-нибудь себе, потом об этом услышит госпожа Илюль. Стыдно же будет. Нет ничего такого. Ладно, ладно. От тебя бы она, конечно, не спаслась. Но если нет, так нет. Нет. Но отрицать я не буду. Она красивая. Да, уж не могу не согласиться. Мама, да, я все сделаю. Нет, ты немного отдохни. Нет смысла играть в игры. Мы же не дети, верно? Что-нибудь скажу да решу это дело. Бахар. Я не тот, кем ты меня знаешь. Ну, то есть я сын Усмана Козана. Ну, то есть я не шофер? Нет. Нет. Кемаль. И что теперь делать? Привет. Привет. Подошло. Спасибо. Ты очень добрая. Правда не стоило. Ну почему не стоило? Послушай, если цвет не понравился, я могу поменять. Нет, шикарная. Она тебе мала, что ли? Послушай, я у себя на работе купила. Если хочешь, я могу завтра поменять и побольше принести. Лучше это и не будет. Махар, мне с тобой нужно кое-что обсудить. Ладно. Ну, давай поговорим. Сели Москан. Да. Да не надо паспортные данные, он у меня работает. Это пробить все легко. Еще. Азартные игры? Я должен был догадаться. Ну, и кому он должен, где он тусит? Разве я могу не знать? С этими местами я хорошо знаком. Ты не зацикливайся, пустяк. Ну как я могу не зацикливаться, любимый? Я с ума сейчас сойду. У меня волосы прям как помидор. Такие красные. Да ладно тебе, подумаешь. Что значит подумаешь? Я в таком виде не могу на ужин пойти. Волосы у меня ужасные, глаза набухли от того, что я плачу. Я не могу в таком виде предстать перед тобой, любимый. Ладно. Тогда перенесем. Ладно. В авто позвони мне тогда, ладно? Я пойду спать. Целую тебя, любимый. Ладно, увидимся. Ты уж извини. Затянусь немного. Ничего. Ты садись. Ты о чем со мной поговорить-то хотел? Я... Это... Может пройдемся? Но я часть сделала. Еда готова. Махар, ты помоги мне. Накроем этот стол. Да, мамочка. Слушайте, может я вас на обед-то не буду беспокоить? Ну разве ты можешь нас беспокоить? Я не отпущу тебя, пока не покушаешь. Привет. Добро пожаловать. И тебе привет. Ну же, доченька, выми руки сюда. Хорошо. Добро пожаловать. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Может, немножко помягче сделать вот эту деталь? Девушки отдыхают... Как вам будет угодно... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Открой... Молодец... Открой... Девушки отдыхают... 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 Значит, ты следишь за цветами? Да, обожаю их. И отец мой очень любил цветы. Твой отец? Отец. Он умер, когда мы были совсем маленькими. Ладно, о чем ты хотел со мной поговорить? Эээ, я... Ну, то есть... Я по поводу нашего знакомства хотел поговорить, Бахар. Я тоже хотел с тобой на эту тему поговорить, на самом деле. Да? Я тебе... Я тебе... Я не шарю в этой теме, но... Ты помог нам, и я по поводу этого хотел тебе кое-что сказать. А потом... А потом... А потом я поняла, что... Мы с тобой... Можем понять друг друга без разговоров. Брат, ты любишь Фариду? Очень сильно. Но как ты можешь быть в этом уверен? Я уверен. Потому что она единственная, кто поймет меня без слов. Извини, а что-то не так, что я сказала? Нет. Нет. Я как раз думал над тем, что ты сказала. Когда ты это сказал, я удивился. Знаешь, ты в такой момент появился передо мной. Я была так беспомощна. Мне так нужна была помощь. Я настолько была измотна, что я потеряла всякую надежду. Я потеряла надежду в хороших людей. В честность и вообще в человечность. Потеряла бы, если бы не ты появившийся передо мной в тот момент. Не знаю. Может, из-за моего страха жизни. На самом деле, я всю свою сознательную жизнь боялась жизни. Это же жизнь. Ну, то есть, это от того, что я жалуюсь. Жизнь испытывает, изматывает и огорчает людей. А потом заставляет бояться себя. Но порой жизнь хорошая, правильная. И может преподнести тебе хороших людей. К тому же, самый неожиданный момент. Кемаль, я очень счастлива от того, что ты появился в моей жизни. Ну что? Как все прошло? С Селимом все нормально. Его долги оплатил, документы взял. Наши люди на парковке его немного напугали. Ты бы видела, как он меня умолял. То есть, он сейчас у тебя в долгу, да? Да. Но бедняка пока об этом не знает. Селим мне кое-что должен. И он расплатится. Как и все. Как и все, кто должен мне. Нам нужно сделать все, чтобы избавиться от Фариды Тунч. По-другому я не смогу заполучить Джунейта. Не волнуйся. Мы сделаем все, что нужно. Очень скоро мы избавимся от этой маленькой Фариды. Джунейт. Не уходи. Я хотел проверить, все ли с тобой нормально. Просто сестра сказала, что тебе плохо было. Ты не посмотришь на меня? Нет. Извини меня. Прошу, больше не злись на меня. Не обижайся. Я не выдержу этого, Джунейт. Прости. Я даже если хочу, не смогу на тебя обидеться. И разозлиться. Без тебя я не смогу жить. Я умру без тебя. На самом деле, ты хотел со мной поговорить, но постоянно говорила я. Что ты хотел мне сказать? Я тоже очень рад, что узнал тебя, Бахар. Даже очень. Я хотел сказать, что... Может, завтра что-нибудь вместе поделаем? Я имею в виду, что встретимся уже без совпадений. Сойдет? Было бы очень классно. Шестая серия. Ничего не понимаю. Где же этот ребенок? Джунейт? Джунейт, вставай. Уже утро, Джунейт. Ну, Джунейт, вставай. Сейчас же кто-то зайдет. Мы тут прям заснули с вечера. Давай. Доброе утро. Не бойся, иди сюда. Джунейт, не надо. Послушай, сейчас кто-то зайдет. Ну, уходи, Пашу. Иди сюда. В скором времени мы будем вместе просыпаться. Будем вместе завтракать. Ты не сможешь представить свою жизнь без меня. Какие хорошие мечты. Это не мечты. Если мы захотим, это станет реальностью. Ладно. Я пойду проведаю, а ты потом выйдешь, окей? Доброе утро, доченька. Доброе утро, мама Зухра. Я тут в Джунейту заскочила. Его в комнате нет, и кровать заправлена. Он что, ночью куда-то уходил? Ничего не понимаю. Не знаю. Но я его не видела. Вечером он был дома, но... А что было дальше, я не знаю. Боже мой. Ладно, пойду проведаю. Я чуть со страха не умерла. Ты посмотри на себя, ты вся красная. А зиму же человек не умеет врать на самом деле. Я не дgere. Я не другой. Я не буду. Хоть я в течение час тебя заберу. Любишь сухожилия? Обожаю. Увидимся. Эти не подойдут. Доченьки. Я к Назире пойду. Скоро буду. Хорошо, мама. Сестра? Что это за платье такое? Откуда ты его взяла? Есть что-то, о чем я не знаю? Кадр, разве у тебя нет заданий? Иди работай. Ну что? Думал, обыграешь? Ну оставь ты этот телефон. Тебе надо размяться. Ну же. Я и без разминки могу победить. Потому что я молодой. Сейчас мы узнаем, кто тот молодой бродяга. Доброе утро, отец. Доброе утро. Доброе утро, отец. Отец раньше нас встал. Уже закончил разминку. Мы хотели на пробежку выйти, отец. Вместо того, чтобы просто так бегать, ты бы побегал за работой в офисе, господин архитектор. Ты не волнуйся, отец. Я заставлю его поработать. Он будет помогать мне с чертежами. Я его контролирую. Хорошо. Не опаздывайте на завтрак. Здравствуй, господин Усман. Здравствуй. О, Джунейд. Ты был здесь, сынок? Я просто утром не нашла тебя в комнате. Эм. Братья Кузан начинают свой день рано утром. Не правда ли, Мехмед? Конечно. Ну, мы тогда побежали. А то мне еще чертеж сделать, да? Ну, давай. Ну, уже давай, беги в темпе. Сергей. Спасибо, Назош. Спасибо. Приятного аппетита. Как хорошо после застоя появилось это дело. Надеюсь, он купит за обещанную сумму. Он сказал, что купит. Ведь получилось шикарно. Ты молодец. Я столько ночей не сплю, чтобы успеть сделать этот заказ. Ну, хотя бы за 3-5 копеек получится продать? Да, да. Да даже подороже. Я когда на работу пойду, отдам. Сергей. Ну, не расстраивайся. Ты скоро восстановишься. Не волнуйся. К тому же, я же тебе говорила, госпожа Илдыс ищет на работу новую уборщицу. Я скоро с ней поговорю, и ты сразу начнешь работать. Спасибо, Назош. Ну, как ты так можешь говорить? Это тебе спасибо. В наше время на одну зарплату очень сложно. Мы с Биратом с трудом этот дом оплачиваем, а вы с Бахар живете на одну зарплату. Да. Если бы не эта зарплата... Дай бог, чтобы у всех были такие дети. Как Бахар и как Бират. Они оба такие хорошие, такие ответственные. По столу стучи, чтобы не сглазить их. Назош, я, пожалуй, пойду. Меня дочки ждут. Ладно, я когда мимо буду проходить, я отдам. Ты уходишь, тетя Севги? Ты для Бахар... Вернее, для Бахар и Кадер, передавай привет. Скажу. Обязательно скажу, мой дорогой. Знаешь, я больше не буду к тебе неуважительно относиться. Удачи эту руку. Увидимся. Еще чего. Ох, кого я там вижу. Что такое? Воздуха не хватает? Это Тунч там, что ли? Пойдем, поздороваемся с ними. Доброе утро. Привет. Доброе утро. Доброе утро. Смотрите, кого я подобрал по дороге. Куда вы в такое-то время? Госпожа Илюль переехала сюда, Джунейт. Когда я увидел у нее в руках пакет, решил помочь ей. Вот как. Хорошо. Поздравляю. Спасибо. Мой брат Кемаль. А госпожа Илюль наш новый дизайнер в офисе. Приятно познакомиться. Взаимно. А куда именно ты переехала? На улицу Беговни. А, это же рядом с нами. А, да? Мы очень рядом живем. Если понадобится помощь, обращайся. Хорошо. Джунейт, я подвезу госпожу Илюлю и поеду в офис. Увидимся. Увидимся. Еще раз поздравляю. Спасибо. Приятно познакомиться. Мне тоже. Увидимся. Ох. Красивая она. Если Хандан ее увидит, больше меня в офис не отправит. Молись на Фариду. Да ладно тебе. Хватит издеваться. Давай продолжим пробежку. Ну, давай. Тебе помочь, сестра? Что случилось, уважаемая? С каких пор вы мне помогаете? Ну, что ты сразу? Сделала задание и решила немножечко передохнуть. Ладно, отдыхай. Ты стаканы протри. Сестра. Помнишь, ты говорила, что больше не будешь надевать свое платье и поэтому спрятала его куда подальше? Да, было такое. И что? После выпускного мы не видели это платье на тебе. Видимо, сегодня особенный день. Сестра, что ты от меня скрываешь? Что я могу от тебя скрывать, Кадер? Мне нужно на улицу выходить, а одеть нечего. Вот я и вытащил его, потом обратно верну. На улицу? И с кем же? С тем парнем? Машетчиком. Кадер, разве я не говорил тебе лишним голову не забивать? Ну-ка быстро за работу. Вечером я проверю твою работу, мы разберем все неправильные ответы. Ну, сестра. Да, сестра. Ну, сестра, ну имей ты совесть, а. Ну и? Ты говорил, у вас с Фридой какие-то проблемы? Говорил, расскажешь и что? Да не знаю, брат. Она как-то отдалилась, попросила время для свадьбы. Меня это расстроило. О-о-о, а я думал, что-то не так. Брат, она волнуется. Это нормально, что она просит время? Главное, что ты в своем выборе уверен. Остальное само наладится. Ты дело говоришь, но я не хочу, чтобы со временем это дело испарилось. Я хочу, чтобы это произошло, поэтому я так тороплюсь. Все будет вовремя, как и было запланировано, да? Ну, ты же сын Асмана Казана. Будь проще. Как же тебе, однако, подошло, доченька. Красиво. Ты выходишь, что ли? Да, мамочка. Мы немножко прогуляемся. Да, гуляйте. С одной стороны работа, с одной стороны учеба. Отдохни. Ну, а ты что делала у тети Назиры? Да ничего. Мы чай пили. Мама. Ты работу искать ходила, да? Да нет, доченька. Мамочка. Ты еще не выздоровела. Отдохни немножечко. К тому же, помнишь соседей, которые при женице собираются? Я с ними договорилась. Вечером я сделаю им свадебные конфеты. О, хорошо. Я тебе тоже помогу. Ладно. Мама. Ну, не расстраивайся. Ты смотри. Сестра. Я смотрю, и ты прям бежишь. Да, Кадыр, куда я могу бежать? Мама, знаешь, вот это твоя доченька. Она сумасшедшая. Мама, ты вспомнила это платье? Конечно, вспомнила. Оно очень подходит моей Бахар. По-моему, оно тоже хорошее. Ну, немножко не в моду. А ты у нас прям гуру. Увидимся, мамочка. А, Бахар. По дороге можешь это приглашение Назире отдать? У сына госпожа Исель будет свадьба. А Назира, поскольку не было, они мне передали. Может, они пойдут, вечером будет. Как пожелаешь, мамочка. Ну, увидимся. Хорошо отдохнуть. Если ты не против, я в течение час тебя заберу. Любишь сухожилия? Привет, Фисташка. Привет. Я бы очень хотел тебе помочь, но... Я иду развлекаться. О, как хорошо. С Хандан идешь? Нет. С другой подругой. Фрида. Ты что, больше не будешь улыбаться, как раньше? Послушай. У вас непростой путь с братом. Конечно, временами будут проблемы. Но вы не позволите друг другу упасть. Я больше всего на свете верю в вашу любовь. Спасибо. Мы тебя очень любим, Фрида. Тунч. Я поеду. Чтобы на свеча не опоздать. Что-то нужно передать? Нет. Все подписанные документы я в бухгалтерию сдам. Вы развлекаетесь. Ты вроде говорил, что это дизайнерша. Она переехала сюда, да? Да. Госпожа Илюль на соседнюю улицу переехала. Славно. Будет помощь нужна, пусть обращается. Я недавно разговаривал с госпожой Илюль. Я ее освободил. Мы все равно ждем ответа. Она пусть пока занимается переездом. Хорошо. Ну, вперед. Музыка. 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 Приятного аппетита. Спасибо, мама. Берат. Сергита тебя полюбит, и все, дело в шляпе будет. Какое дело, мама. Да ладно, сынок, ты же понял, я про Бахар говорю, про Бахар. Бахар тебя любит, и ее мамочка тоже тебя полюбит. И все, будет в шляпе дело, будет в шляпе. Мама, откуда ты все это берешь вообще? Про Бахар говоришь? Как не стыдно. К тому же, разве это можно на улице обсуждать? Да ладно, все, я затыкаюсь, я пошла. А-а-а, я же забыла ее мешок с таханом. Привет, Берат. Бахар? Привет, и тебе привет, приятного аппетита. Я это хотела тетю Нази отправить, мама меня отправила. А-а-а, ладно, я ей передам. А-а-а, Медженница, ну удачи ему. А как твоя рука? Э-э-э, нормально, уже практически зажило. Рада. Ладно, не буду опаздывать, увидимся. Увидимся. Нет, ну ты видел, как она приоделась, чтобы к тебе-то прийти? А, знаешь, что еще я тебе скажу? Это приглашение-то от Маска. Севге сегодня утром была здесь, она бы мне ее могла передать. Мама. Ладно, ладно, молчу, все, молчу, пока. Вечером увидимся. Увидимся, удачи. Спасибо. Ладно, здесь я, ладно. Я поняла, любимый. С этих пор я буду твоим имиджем заниматься. Что это за противная рубашка? Нет, по-моему, нормально. Ладно, потом это обсудим. Ну что, машину-то осмотрели? А, я аж про это, кажется, забыл. Да ладно, оставь, я осмотрю потом. Ох, нельзя. Я сейчас на лошади кататься буду, а потом на работу поеду. Вечером привезу, ладно. Ладно, пусть будет так. Увидимся, любимый. Ладно, пусть будет так. Алло, Бахар. Все еще в силе, да? Мы встретимся? Да, в силе, я из дома вышла, уже в пути. Ладно, увидимся. Увидимся. Удачной работы. Спасибо. У меня дома кухонного комбайна, да нет. Я решил здесь быстренько сделать, сестра Зухра. Я уже заканчиваю. Сейчас я сделаю и все, заработаю. Какая же ты молодец, Назира. Какая же ты у нас умелец, однако. О, Йилдыс? Что же ты здесь делаешь? Ферман не приехал? Нет, не приехал. Он у мамы остановился. Говорит, раз уж до сюда доехал, побуду немножечко у мамы. Ну хорошо, это же его мама, он должен ее повидать. Я это во двор-то вынесу, накрою, и до вечера так подсохнет. Назира, ты до прихода Усмана Кузана все это сделаешь, сама понимаешь, он такие вещи не любит. Ты мне дай, сестра Назира, а я сама сделаю. Ой, спасибо огромное, я тогда едой сейчас займусь. Эх, бедняжка. Она уже не знает, чем себя занять. Она такая хорошая. Ладно. Да, Тунч, я уже у дома. Все, отбой. Сейчас познакомимся с этой тетей Зухрой. Прошу вас, здравствуйте. Здравствуйте, я Эйлюль. Я новый дизайнер вашей компании. Я тут переехала недавно. Господин Джанет сказал, если будет нужна помощь, моя мама все решит. Здравствуй, доченька. Проходи, проходи. Господин Туч, простите. Господин Туч, простите. Видно. Разве я знал, что все так будет? Прости, господин, прошу. В этот раз, из уважения к господине Фариде, я закрою глаза. Но в следующий раз не прощу. Иди расплатись по долгам, чтобы закрыть это дело. Иначе вылетишь отсюда. Спасибо огромное тебе, господин. Я сейчас же все решу. И больше не буду влезать в эти дела, честное слово. Я пришла, не предупредив, вы уж извините. Да ничего, доченька. Мы познакомились, хорошо, что пришла. Да, конечно, не стесняйся. Почаще приходи. Спасибо вам огромное. Я в Измире жила, недавно в Анкару переехала. Мне тут ковры нужно вымыть. Хотела узнать у вас, знаете ли вы, хорошее место для этого. А, да, конечно, мы сейчас тебе поможем. Назира. Назира, принеси мой блокнот и... Мои очки, пожалуйста. Ты иди, Назира, я с кофе справлюсь. Спасибо, моя хорошая. Да, я вполне согласна с этим. Ну и когда планируете? Чем раньше, тем лучше, честно говоря. О, Назира. Это ведь то, что вы просили, да? Вот, возьмите. Спасибо огромное. Сейчас я тебе и скажу. Прошу. Спасибо. Вот номер этого человека. Назира запишет и отдаст вам, когда вы будете уходить. Спасибо. Ну и помощница нужна, конечно же. Хорошо, расскажем Назире. Она найдет. Было бы хорошо. Мне нужна доверенная, хорошая, молодая. Чтобы я с ней еще и дружила. Ну, допустим, как эта, которая уходит. А, нет, вы неправильно поняли. Она здесь не работница. Она наша дальняя родственница, доченька. Ой, извините, пожалуйста. Я просто, когда она кофе принесла, я подумала, что... Ой. Мне так неловко стало. Надеюсь, она этого не услышала. Да нет, это мы виноваты на самом деле. Надо было познакомить вас. О, да это же тис. Я всегда хотела тис в нашем саду. Да, мне тоже нравится. Тебе не холодно? Может, плед принести? Нет, не холодно. Спасибо. Сейчас и рыбу принесут. Надеюсь. Ты очень проголодался. Даже очень. Я не знаю, как сильно проголодался. А ты? Значит, чуть-чуть и я тебя так съем. Отчасти человеку хочется поесть. Ну, то есть, чистый воздух, живописный вид. Согласна. А, ну вот, рыбу несут. Выглядит отлично. Спасибо огромное. Спасибо. Очень вкусно. Да, немножко горячо, но я справлюсь. Поем. Ох, я очень проголодался. Я в один заход всю эту съесть могу. Взяла бы ты тоже себе белую рыбу. Ее здесь отлично делают. Ты должна это попробовать. Правда, очень вкусно. Замечательно сделали. Объедение. Ты чего как аристократ-то кушаешь? С вилкой и ножом ты удовольствия от рыбы не получишь. Давай прям как я. Руками кушай. Так вкуснее будет. Ну же. И с луком рыба объедение. Лук, ты тоже поешь. Рыбу с луком надо кушать. Ой, я очень проголодался, клянусь. А ты не голоден, что ли? Ну же, ешь. Здоровья вашим рученькам. Объедение. Приятного аппетита, доченька. Наша Назира очень вкусно и реваны делает. Я словно дома себя почувствовала. Чай, десерты и тому подобное. Вы очень помогли мне, тетя Зухра. Спасибо огромное. Ну конечно, мы поможем тебе. Ты себя одиноко не чувствуешь, хорошо? Когда хочешь, приходи к нам. Все же, в большом городе в одиночку жить нелегко. Селим? Фарида? Что ты вообще здесь делаешь, а? Фарида. Знаю, ты говорил, чтобы я не приходил. У меня проблемы, девка. Мне срочно нужны деньги. Ну Селим, я же говорю, у меня нет денег. Почему ты не веришь мне? Я между жизнью и смертью, Фарида. Меня преследует, угрожает. Попроси, господина Джунейта. Это вопрос жизни и смерти. Откуда звук доносится? Эх, Кяма, не починил ты эту машину, любимый? Ой, я наелась. Вот это поим и больше есть не буду. Когда ты сказал, что очень голодна, я не поверил. Там осталось. Я очень смешно выглядела. Нет. Красиво. Ну то есть ты красива. Спасибо. Вместе расплатимся. Нельзя. Лучше бы вместе расплатились. Такую как ты я еще не встречал. То есть как? Ну, ты какая-то особенная. Спасибо. Приятного аппетита. Пробежимся немножечко. Можно. Очень приятно было познакомиться. Приходи еще. Да, приходи еще. Конечно, обязательно. Буду вас у себя тоже ждать. Спасибо вам еще раз огромное за все. Увидимся. Увидимся, доченька. Ты не расстраивайся, а? Я найду решение. Спасибо, Фарида. Спасибо. Эй, Люль, дорогая. Ты по тропинке можешь на свою улицу выйти. Какая воспитанная девушка. Мне она так понравилась. Сама красавица. Поведение. По-моему, молодые девушки, даже вы такие, как госпожа Эйлюль. Фарида? Иди сюда, доченька. А некоторые должны оставаться такими, какие они есть. Вот, например, Фарида. Она у меня как бриллиант. Она у нас более красивая, более воспитанная. Мама Зухра, если вы не против, я могу ненадолго прогуляться? Конечно, не опаздывай, хорошо? А где ты живешь-то? Я? На пути Хаваламов. В Турцаках. А, ты о семье своей не рассказывал. Сколько вас? Один брат, одна сестра. То есть ты младшая, да? Младшие обычно самые избалованные. Мама то же самое говорит. Но отец не позволит мне быть избалованным. Он строгий. Главное, что твой отец в жизни. Твой отец скульптор? Что? Ну, твой отец скульптор, как и ты, да? Нет. Он столяр. О, хорошо. А у него есть мастерская? Есть. Но она маленькая. Хотела бы увидеть, мне нравится запах древесины. Как-нибудь сходим. Мы почти дошли. Ты ведь предложишь мне чаю? Конечно, предложу. А как еще? К тому же я тетушку Сергею вижу. Да. Ну же, ответь мне, Кемаль. Ну, ответь же, наконец, а. Кемаль, дома тетя Назира? Нет, дорогая. Что случилось? Почему ты плачешь? Что случилось? Я попала в большую аварию. А Кемаль мне не отвечает. Боже мой. Проходи внутрь, доченька. Проходи, проходи, проходи. А я тебе воды принесу. Сейчас. Привет, Фарида. Здравствуй, Наргиз. Как дела у тебя? Как мама? Нормально, спасибо. А, Серин про тебя спрашивал? А, да-да, мы увидели с ним, знаю. Господин Джунейд свободен? Да, он у себя. Увидимся. Войди. Джунейд? Фарида? Ты-то откуда взялась, моя хорошая? Ты поужинать вместе хотела? Нет, я не для этого. Я... Что случилось? Проблемы какие-то? Думаю, что-то случилось. Да нет, нет. У меня к тебе просьба небольшая есть. Говори, дорогая. Это не для тебя. Поверь, мне очень стыдно просить, но... Селим... Он в ужасном положении. Ему срочно нужны деньги. Он говорил, это вопрос жизни и смерти. Я хотел узнать, может, ему аванс выдадут. Хорошо, дорогая, сейчас же решу. 500 лир хватит? Пусть бухгалтер 500 лир мне отправит. Спасибо, Джунейд. Не за что. Раз уж ты здесь, покушай, потом пойдешь. Ладно. Помнишь, ты про ТИС говорила? Вот туда посадим. Было бы хорошо. Но ты разбираешься в этом? Все не так плохо, как с ремонтом маршрутки. Ну тогда ладно. Эй, Кадер, им же стыдно будет. Сюда иди. Мама, твоя дочь адвокатом хочет стать, но, кажется, она с автобусником будет. Как тебе не стыдно? И что там такого? Он работает, чтобы деньги заработать. К тому же он студент. Он архитектором станет. Да он врёт, чтобы сестра мне внимание обратила. А, как ты, Дри? Ой, классно, знаешь. Нет, я смотрела, нет. Ну ладно, я тогда пойду. Завтра я ТИС принесу, дело решим. Договорились. Ты уходишь, сынок? Да, тетя Севги. Увидимся. Всего доброго. Увидимся. Здравствуйте. Кемаль? Берат? Берат? Я, пожалуй, пойду, Джунейд. Вам сразу меня переживать будет. Ладно, дорогая. Ещё раз спасибо тебе. Ну что ты? Он же твой друг. Скажи ему, если будут проблемы, пусть сразу ко мне обращается. О, Фарида. Привет. Я хотел счета проверить, но... А я уже выхожу. Увидимся. 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 Береги себя. Кемаль, что ты здесь делаешь? Я... Это... Берат тоже знает Кемаля? Что значит знать? Кемаль мой лучший. Мы на остановке познакомились. Мы с остановки дружим, да, Берат? Да, на остановке познакомились. Точно, они же в одном и двум же месте работают. Спасибо, Берат. Он мне нашёл работу. С тех пор мы с ними дружим. А я не знал, что вы знакомы. Вы чего на ногах-то стоите? Садитесь. Да, Берат, присаживайся, чай принесу. Нет, нет, мы пойдём. Ну, то есть нам идти нужно. Нас на остановке-то ждут. Мне господин Ахмед звонил, он Берата тоже искал. Вот, как раз. Мы пойдём. Нам идти нужно. Я пойду тогда. Мы пошли. Увидимся. Увидимся. До встречи. Отправь, пусть исправят вот это. Хорошо. Я скажу им. А у вас с Фаридой были какие-то планы? Я всё испортил? Нет. Она по другому вопросу приходила. По какому? Знаешь друга Фариды Селима? Ага. Который у нас на складе работает. Ему деньги нужны были. 500 лированцам выдал, имей ввиду. Хорошо. Это Фарида везучая, однако. Почему? Ты крупная шишка гигантской корпорации. Ты сильный. Успешный. Известный. Один твой взгляд и все женщины твои. Но ты смотришь на Фариду. Ну, а это Фариды. Должно быть иметь что-то, что заинтересовало тебя. Именно так. Она такая особенная. Ты удивишься, когда узнаешь, какая она особенная. Твоё сердце остановится, когда она посмотрит на тебя. Когда я понял, что влюблен Фариду, я понял, что все эти годы искал именно такую. Понимаешь, кузен? А, ты пришла? Добро пожаловать. Возьми. Это всё? Это всё, что господин Дженейт дал? Сейлим, а чего ты ещё хотел? Там половина твоей зарплаты. Если бы мне столько денег нужно было бы, я бы к Дженейту тебя не отправлял. Мне больше нужно. Хватит, Сейлим. Это всё, чем я могу помочь. Ладно, удачи. Ух ты. Значит, он всю её зарплату украл, а она ничего не говорила. Хорошо, что ты был рядом с ней. Да. Я увидел, что она мои деньги не принимает. А если она не заплатит, я выкинут с дома. Ну, я дал ей всё, что у меня есть. Ну, и почему ты не сказал, что ты не маршрутчик? Ну, брат, я же говорил. Она деньги не приняла. Меня на маршрут отправили. Ну, я там тусовался для правдоподобности. В какой-то момент соврал, теперь правду сказать не могу. Ничего себе. Что случилось, а я не знал об этом. А в деревне ты что делал? В деревне? Я ключи тебе хотел отдать. Мимо них проходил, решил заглянуть. Ты бы ещё чуть отдохнул. Зачем торопиться? Нет, брат. Рука выздоровела, всё нормально. К тому же дома скучно, я работать хочу. Ладно, как знаешь. Пойдём, покушаем. Нет, брат, хотдаун ждёт. Я пойду. Ну, ладно, тогда увидимся. Я сказал, что выздоровел, но не настолько же. Извини. Ладно, уводимся. Увидимся, пока. Береги себя. Ну, сестра, ноги убери. Ну, сестра? Ты чего такая молчаливая? Ничего не расскажешь нам? Что рассказать? Не знаю. Он шофёр, но, честно говоря, очень красивый этот Кемаль. Сестра, ты не Кемаль думай, ты мне тесты свои принеси. Посмотрим, где ты ошиблась там. Ладно, иду. Нет, ну, честно. Он на хорошего похож этот Кемаль. Красивый. Ну да, есть такое. Ну? Мама, я воды пойду попью. Тебе что-нибудь принести из кухни? Нет. Спасибо. Бахар, вызов. Ну же, успокойся. Всё позади. А, Кемаль пришёл. Любимый. Где тебя носит Кемаль? Хондон? Ты не знаешь, что со мной произошло? Посмотри на меня. Что случилось, дорогая? Я едва не столкнулась с машиной. Тормоза не сработали. Я едва не умерла, любимый. Вы ждёте, да? Как только он выйдет, приступайте. Покажите ему этому Селему. У него в кармане есть немножечко денег. Возьмите их. Скажите, что вам больше нужно. Завтра крайний сок. Если бы я ещё быстрее поехала, я бы не остановилась, знаешь? Я бы точно врезалась бы. Полиция мне так сказала. Ой, не дай бог. Я больше не буду водить, любимый. Надо избавиться от этой машины. К тому же есть твоя машина. Справимся. Ладно. Мне жаль. Ну то есть, если бы я смотрел машину, так бы не произошло. Причём тут это, сынок? Это авария. Никто не знает, когда и что с ним произойдёт. Знаешь, однако Хондон повезло. Если бы с Хондон что-то случилось, я бы никогда себя не простил. Со мной всё нормально, любимый. Ты не переживай. К тому же, где ты был весь день? Я столько звонил тебе, любимый. Почему ты не отвечал? Возьми, дорогая. Скоро боль пройдёт. Спасибо. Я не слышал. Я на улице был. Извини. То есть, если бы я умерла, ты бы не узнала об этом, да, Кемаль? Всё здесь за словами, доченька. Не дай бог. Всё здесь за словами, доченька. Что происходит? Что происходит? Кто вы? Сейчас узнаешь. Пустите меня. Вы что, похищаете? Что буду просить тебя? Мы тебя в другое место отведём. Кто вы и что вам нужно от меня? Мы за своим пришли. Брат, честно, нет. В течение нескольких дней они у меня будут деньги, но... Дайте мне ещё 2-3 дня, пожалуйста. Мы никуда не торопимся, у нас времени много. Брат, пожалуйста, умоляю вас. Если оставшиеся деньги не вернёшь, мы уничтожим тебя. Это только начало. Дорогая, правда, не стоило. К тому же у тебя рука болит. Ты говорил, что голоден, любимый. А до ужина ещё далеко. Я попросил тётю Назеру что-то сделать для тебя, чтобы ты поел. Спасибо. Приятного аппетита, дорогой. Дядя Усман ещё не пришёл. Ты не волнуйся, что мы тут один на один, любимый. Ну, давай начнём. Тебе и СМС-ка пришла. А вот как? Я не слышал. Сегодня был отличный день. Спасибо огромное за всё. От кого? От Бирата. Оставь, потом ответишь. Дорогой, сегодня, когда я не смогла остановить машину, я очень испугалась. Я подумала, что умру, но больше смерти я боялась оставить тебя одного. Ладно, ты не расстраивайся. Всё позади. Больше всего я тебя хотела услышать. Но ты не ответил мне. В следующий раз услышь меня, хорошо? Не смей меня оставлять одно и хорошо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Что ещё мне может быть нужно от этой жизни? Да. 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 Элью, что ты делаешь? Успокойся. Успокойся, пожалуй. Не могу. Я не могу успокоиться. Мы так близко у цели, а такое произошло. Из-за этой сироты я не могу до Джунейта достучаться. Сирота, но... Наш Джунейт сильно влюблён в неё. Как он может в неё влюбиться-то? Она на горничную похожа. Неухоженная, небрежная. А теперь на меня посмотри. Что бы я ни делал, я не могу привлечь внимание Джунейта. Что он нашёл в ней? Что? Что он нашёл в ней, чего нет во мне? Невинность... Своей невинностью и чистотой... Она вскружила голову Джунейту. Невинная, значит, да? Я их сегодня с Селимым разговаривающим видел, они там за руки держались. О какой невинности ты говоришь? Какая разница, с кем она общается? Я Фариду тоже хорошо знаю. Ты даже не знаешь, какая она невинная, чистая, благородная. Мы даже представить не можем, насколько она чиста. Вот как? Ну ладно. У нас остаётся один выход. Чтобы избавиться от Фариды, нам придётся забрать у неё невинность. Хорошо, но... Как? Всё просто. Мы засунем её в постель с Селимом. И таким образом и от Фариды... И от её невинности... Мы избавимся раз и навсегда. ... ... ... ... ... ...